шапочка крючком еще одна шапка из серии бинни шапка носок шапка чулок по-разному ее называют но попросили мне связать такую чтобы донышко закрывалась я раньше делала там на связках вязала я снова из пряжи софит очень хорошая пряжа шелковистая такая но я побоялась что она будет разматываться и поэтому положила ее в пакетик хоть искусственно но все таки шелка она такая шелковистая и начинаю вязать сначала я свяжу ободок резинку столбиками без накида я такую резинку же показывала как вязать но покажу еще раз я набрала 16 петелек можете в зависимости от толщины пряжи свое количество петель набрать вот вижу просто цепочку из воздушных петель такая цепочка пряжа тонкая поэтому 15 петель и первый ряд просто вяжу столбики без накида в каждую петельку цепочки провязываю столбик без накида обычный столбик я замедлила видео и крупнее сделала втыкаю крючок воздушную петельку захватываю рабочую нить вытягиваю захватываю рабочую нить и провязываю через две петельки так до конца этой цепочки я довязала особенно кто вяжет недавно нужно считать петельки воздушная петелька для подъема поворачиваю вязание и вот сейчас вот крючок втыкаю за заднюю стенку петельки столбик состоит из двух петелек и вот нужно во вторую которая сзади я постаралась показать не знаю понятно или нет подхватываю неподобие как мы чаще всего вяжем за заднюю стенку и как обычно столбик без накида тыкаю крючок под заднюю стенку захватываю рабочую нить протягиваю снова как обычный столбик только за заднюю стенку из этого приема получается вот такие ребрышки и в результате очень эластичная резинка я вижу ряд до конца у меня должно быть 15 столбиков без накида лучше считать потому что можно потерять столбик или связать лишний и тогда будет резинка край будет неровной я хочу вам полностью показать ряд а остальные ряды вяжутся точно так же в начале ряда воздушная петелька затем столбики без накида за заднюю стенку петельки столбика вот этого предыдущего ряда а последний столбик нужно провязать через обе петельки чтобы был аккуратный край воздушная петелька поворачиваем вязание и снова все сначала вяжу столбики без накида за заднюю стенку и вот у меня уже полоска достаточной длины она равна объему в длине в общем окружности головы то есть размеру последний столбик я вяжу за обе стеночки и все видите какая резиночка очень эластичная и сейчас я ее соединю со шею соединю края вот этот хвостик и рабочая ниточка должны располагаться с разных концов тогда и шел будет аккуратный и ниточка там внутри ее потом можно будет закрепить и отрезать втыкаю крючок в петельку на противоположной стороне провязываю через две петельки на разных сторонах и дальше соединяю попарно провязываю петельки одну на этой стороне на ближней стороне переднюю за переднюю стенку на дальнюю за заднюю и получится очень аккуратный шов как будто даже и шва нет вот как красиво получается шов совсем не видим и сейчас я начинаю вязать верхнюю часть шапочки вот там где ребрышки я показала я провязываю по два столбика без накида сначала как бы обвяжу вот там где ребрышки по два столбика без накида и так я провязываю на пяти ребрышка раз два три четыре вот я уже на пяти провязала и сейчас один столбик провязала во впадинке таким образом я немножко прибавляю петель количество петель должно делиться на 10 это нужно для того чтобы потом равномерно делать убавки если другое количество петель я потом дальше покажу как или прибавить или убавить петельки а сейчас будем вязать верхнюю часть шапки ровно толкну вот я выровняла набрала нужное количество петель и начинаю вязать я хочу показать как первую петельку я просто ее вытягиваю на нужную длину вместо трех воздушных петелек и начинаю вязать столбики с накидом в каждый столбик без накида предыдущего ряда вяжу точно так же за заднюю стенку как вязала столбики без накида так и сейчас вяжу столбики с накидом так может немножко не видно но дальше я продолжу вот смотрите за заднюю стенку сейчас у меня столбики с накидом накид такая крючок подхватываю рабочую нить обычные столбики только за заднюю стенку и так я буду вязать все полотно шапочки можно вязать полустолбики можно столбики с накидом чередовать со столбиками без накида но мне понравился этот рисунок очень красиво расположился на резинке а здесь вот мне не понравилось как пошло и поэтому я убавила буквально одну петельку и снова стали такие вот крапинки а сейчас я покажу как убавить количество петель если оно у вас не делится на десять вот я одну петельку не довязала до конца вернее столбик начала вязать второй столбик и два столбика привяжу за один прием то есть столбик два столбика с одной общей вершиной покажу также как увеличить количество для этого нужно два столбика провязать в один столбик предыдущего ряда ну вот у меня полотно готово вместе с резинкой 19 сантиметров вы можете сделать и короче и длиннее в зависимости от того какую вы хотите шапочку если обычная шапочка то покороче если шапку носок шапку трубу то подлиннее вот смотрите я через каждые петель распределяла булавки вот здесь вот начало отсчитываю 10 петелек и в одиннадцатую втыкаю маленькую булавочку можно какими-то другими маркерами снова отсчитываю 10 петель начиная от вернее столбиков начиная от столбика с булавкой и в следующую втыкаю булавку и так по всей окружности я так сделаю для того чтобы убавления были равномерные можно на глазок я продолжаю вязать столбики с накидом точно тот же узор только там где булавка я провязываю две петли за один прием то есть с одной общей вершиной таким образом я сокращаю около каждой булавки на один столбик если сокращать во всех рядах допустим там где булавки то у нас получится такие видимые линии я хотела чтобы незаметно равномерно убавления были поэтому в следующем ряду я буду убавки делать в середине между булавками вот сейчас вот у меня столбик с булавкой я этот так первый провязала столбик с булавкой провязываю не до конца вяжу следующий столбик и провязываю все за один прием дальше снова вяжу обычные столбики до следующей булавки снова вытягиваю петельку для начала вместо трех воздушных петель и сейчас убавки буду делать между булавками вначале не стала делать я я специально не отсчитываю просто на глазок вот одна петель вот это я еще шляп плохого свежих свежих как на глазок и на глазок я хочу сделать Продолжение следует... Итак, продолжаю убавлять в каждом ряду в разных местах. Вот сначала в начале, потом в середине, потом, допустим, ближе к началу, потом ближе к концу. И вот, в конце концов, вот такое осталось небольшое тверище. Видите, все ровненько. Никаких таких вот полосок нет. В данной шапочке лучше такое равномерное, незаметное убавление. Сейчас я буду провязывать по 2 петельки вместе. Узор продолжаю. Вяжу за заднюю стенку. Столбик не довязываю. Следующий столбик. И все 3 петельки за 1 приеме. И так до конца ряда. Сейчас я наберу половину столбиков. Их у меня штук 5 будет. И провяжу все за 1 прием. Провяжу тоже за 1 прием. Недовязанные оставшиеся столбики. Отрежу нитку. И заправлю полотно в хвостик. Шапочка готова. Очень красивый цвет ниток. Мне понравился. Самое интересное, что с изнанки она тоже очень красиво получилась. Я вот забыла на манекене снять. Такая структура какая-то как бархатистая. И вот еще одна шапка в нашей коллекции. Ее можно вязать с однотонной пряжей. Чередовать полоски. Можно связать ажурной. Модная, удобная шапочка.